Сделать так, чтобы празднование Дня Победы в этом году стало не просто общегородским мероприятием, а запомнилось надолго. Такую задачу поставили перед собой специалисты Управления по делам культуры и молодежной политики городской администрации. Разработали план торжеств, назначили ответственных, а насколько старания обмечаются успехом, увидим уже через месяц. Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею Победы, дело не из легких. Тем более, что по всей стране прокатится волна торжеств, необычных и запоминающихся по своему содержанию. По традиции, к памятной дате в городской администрации разработали план мероприятий, согласно которому ответственные лица должны выполнить поставленные перед ними задачи. Надо сказать, что подготовительный этап у каждого из вас получили на руки план, то есть ответственные за уборку территории, кроме того, освещение, радиофикацию и, естественно, выступления праздничной концертной группы. Но самое главное, это мы не устаем повторять, это прежде всего безопасность, конечно. Не последнюю роль в процессе подготовки играет комбинат благоустройства, который по традиции украшает главные городские улицы цветами, флагами и символикой победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, в этом году уделено внимание и баннерам, которые разместят в разных районах города. Кроме того, хотела бы обратить внимание на праздничное оформление. Отдел культуры занимается этой работой и дню проведения необходимые баннеры. Они все будут подготовлены и, естественно, с комбинатом по благоустройству они будут вымешаны. В подготовках к празднованию это не только общегородские мероприятия, но и внимание, которое накануне 9 мая уделяется ветеранам войны и труда. Около 270 человек уже вручены памятные медали. Еще более двух десятков ждут своих обладателей или родственников, которые хотят сохранить такую светлую память о своих близких, подчеркнула Людмила Левицкая. Вот совсем последняя награда. Мы вручили, получается, жительнице нашего города, сейчас она проживает в Новом Кихулае, буквально в 19.35. Мы вручили награду Хановой Айшат, награда, посвященная 70-летию Победы. У нее 9 детей, 30 внуков. Этой женщине было крайне приятно. Помимо 9 мая Каспийск готовится отметить 1 мая, день весны и труда. К этой дате также подготовлен ряд мероприятий, что будет своего рода репетиции основных торжеств, пришли к мнению присутствовшие.